В израильских тюрьмах более тысячи палестинских заключенных, причастных к терроризму, объявили голодовку. Они настаивают на улучшении условий содержания. Власти заявляют, что требования незаконны и на уступки не пойдут. Продолжил Сергей Ауслендер. В голодовке принимают участие примерно полторы тысячи палестинских заключенных. Все они бывшие боевики террористических организаций. Причина, по их словам, в невыносимых условиях содержания в израильских тюрьмах. Условия эти действительно в последнее время были ужесточены, но только для тех, кто отбывает срок за терроризм и после серии нападений на израильтян. Во многих городах палестинской автономии прошли акции солидарности с участниками голодовки под общим названием «Мы все заключенные». Почти везде эти манифестации закончились столкновениями с израильскими военными. Арабы, которые проживают на территории Израиля, тоже присоединились к этой кампании. В городе Ум-Уль-Фахм, например, они разбили палаточный лагерь. Мы протестуем против израильской политики в отношении наших заключенных. Власти запрещают им свидания с родственниками, учиться в университетах и не разрешают смотреть телевидение. Кроме того, для них ограничили медицинскую помощь. Инициатор голодовки Маруан Баргути, самый, пожалуй, известный палестинский заключенный. Он бывший руководитель военизированной террористической группировки «Танзим», ответственной за многие теракты против израильтян. В 2002-м он был захвачен израильским спецназом. В 2004-м его признали в личной причастности к гибели израильских граждан и в организации терактов. После чего суд приговорил его к пяти пожизненным заключениям. Но в тюрьме он продолжает активную политическую деятельность. Даже баллотировался на пост президента палестинской автономии. Теперь вот возглавляет голодовку. Власти говорят, что требования заключенных избыточные и абсурдные. Они, например, требуют увеличить число просматриваемых каналов телевидения, установить в камерах телефоны и даже привозить к ним родственников на свидания за счет израильского бюджета. Министр внутренней безопасности Гелат Эрдан заявил, что администрация тюрем никаких переговоров с террористами не ведет, ни на какие уступки им идти не собирается. А к участникам этой акции протеста будут применены меры дисциплинарного воздействия. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.